Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами сегодня очередное занятие по русскому языку. Сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно подготовиться к устному публичному выступлению. То, о чем мы сегодня будем с вами говорить, это, конечно же, очень небольшой фрагмент того, что принято именовать в риторике ораторской речью. В последующих уроках об этом тоже будет идти речь, а на сегодняшнем занятии я как бы выделил небольшой фрагмент, но, мне кажется, наиболее значимый. Тем более, что вся предшествующая наша с вами подготовка вполне уверенно позволяет нам приступить к тому, чтобы подготовить устное выступление. Вот об этом сегодня и пойдет речь. Наше занятие мы назвали так. Выступление как разновидность ораторской речи. И цель нашего с вами сегодняшнего занятия, ну вот, как мне видится эта цель, дать вам целостное, развернутое представление о такой разновидности речевой деятельности, как ораторское выступление. Учить пользоваться основными контактоустанавливающими средствами, выработать навыки подготовки письменного текста к устному выступлению. Обратите еще раз, пожалуйста, на это внимание. Мы будем говорить о устном выступлении. Хотя для каждого устного выступления, безусловно, нужно провести большую подготовительную работу, ну и в том числе составить небольшой, может быть, письменный текст. А почему это нужно? Потому что ведь мы хотим воздействовать на аудиторию. В нашем с вами случае речь, конечно, пойдет о слушателях. Хотя, если вы пишете какой-то текст, вы предполагаете, что он тоже окажет определенное воздействие на аудиторию, но уже на аудиторию читающую. Итак, мы все время должны помнить о том, что речь имеет воздействующий характер, поэтому так ее и называют – воздействующая речь. То есть речь, ставящая своей целью изменить поведение слушателя, вот на это мы обратим сегодня особое внимание, или читателя. Что важно для выступления? Конечно же, в первую очередь композиция, то есть внешняя организация произведения, членение на части, их расположение, взаимосвязь и соотношение. И, наконец, поскольку мы с вами обращаемся к людям, к аудитории, важно понять, какие существуют контактоустанавливающие средства. Вот под этим понимаются средства, которые использует говорящий, ну, в данной ситуации этим говорящим будете вы. Итак, средства, которые вы будете использовать для установления и поддержания контакта с аудиторией. Начнем мы с вами обсуждение этой достаточно сложной проблемы, проблемы, как подготовить устное публичное выступление с содержания и композицией. Вот нужно будет определиться с этими фрагментами устного публичного выступления. Основное, что вы должны всегда держать в голове, выступление на собрании, на совещании, на митинге, в средствах массовой информации, это зависит от вашего диапазона социального, это разновидность ораторской речи. Задача, ваша задача, как выступающего, никогда не сводится, не может, не должна сводиться к изложению исключительно какого-то объема информации. Это не цель вашего публичного выступления. Вы, как выступающий, должны отстоять свою точку зрения, предварительно ее изложив. Вы должны склонить, постараться склонить других к ее принятию. Вы должны убедить, постараться убедить слушателей в своей правоте. Вот все это определяет содержательную сторону. Еще раз обращаю ваше внимание, что публичное выступление не может, не должно сводиться только к передаче голой информации. А основная задача – донести до сознания слушателей эту информацию, убедить аудиторию отстоять свою точку зрения, конечно же, предварительно познакомив со своей точкой зрения аудиторию. Вот от этого, собственно, зависит и композиция выступления. Самое важное при этом – так называемое информационное обеспечение выступления. Несколько слов об этом. О том, что представляет собой, давайте посмотрим на экран, информационное обеспечение выступления. Вам, как выступающему, необходимо уделить особое внимание иллюстративному материалу. И материалу, который составляет информационное обеспечение выступления. Какие-то цифры, факты. Вот при этом нужно помнить о том, что вы произносите эти цифры, какие-то факты вслух. И рассчитано все это на слуховое восприятие аудитории. Поэтому есть некоторые общие рекомендации, которые пришли к нам еще из античной риторики. Нельзя утомлять аудиторию нагромождением, перечислением каких-то цифр. Цифры лучше округлять. Вот один из основополагающих законов восприятия на слух. Так лучше будут запоминаться те или иные параметры, характеристики, которые выражены математическими формулами. В данном случае самый простой пример – это цифры. Когда вы говорите о том, что население какого-то города, где вы собираетесь провести рекламную кампанию, составляет столько-то тысяч человек. Если вы скажете около или почти 300 тысяч человек, то вот эта цифра, она лучше будет восприниматься аудиторией, чем какие-то более дробные цифры населения. Вот того города, где вы будете проводить рекламную кампанию, даже если эта цифра в большей степени будет отражать реальную ситуацию населенности того или иного пункта. Но ведь не это главное в вашем выступлении наверняка будет. Незадача выступления состоит в том, чтобы назвать точную цифру населения, а скорее всего в том, чтобы убедить, например, совет директоров в том, в целесообразности проведения именно задуманной вами рекламной кампании. Для того, чтобы ваше выступление было успешным, необходимо поддерживать постоянный контакт с аудиторией. Вот еще один немаловажный фактор успешности выступления. Постоянный контакт с аудиторией. Это вообще ключевая проблема ораторского выступления, потому что если контакта нет, то либо теряет смысл само выступление в целом, либо резко снижается его эффективность. А для того, чтобы эффективно поддерживать тот самый контакт, у вас, как у говорящего, должно быть соответствующее коммуникативное настроение. Вот об этом несколько слов о коммуникативном состоянии говорящего. Ну, мы говорим о вас. Несколько общих пожеланий, которые не так сложно выполнить с моей точки зрения. Многие пособия по риторике дают следующие рекомендации. Я озвучу вот лишь те, которые с моей точки зрения наиболее важны. Напомню, речь идет о коммуникативном состоянии выступающего, то есть о вашем коммуникативном состоянии. Нужно запретить себе думать о посторонних вещах. Нужно сосредоточить свое внимание на слушателях. Нужно внимательно следить за реакцией аудитории. Надо постараться убедить себя в том, что в данный момент нет ничего более важного и значимого, чем ваше выступление и внимание аудитории. Постарайтесь вложить в речевое действие все свои физические и моральные силы. Нужно иметь наступательный волевой настрой, то есть вести аудиторию за собой, а не идти на поводу у аудитории. И, наконец, еще одна рекомендация. Нужно понимать, что публичное выступление – это профессиональное действие, связанное с осуществлением вашего намерения, которое в конечном итоге должно достичь цели. Какие же контактоустанавливающие действия вы можете предпринять? Итак, следующий момент, на который нужно обратить внимание, это вот те контактоустанавливающие действия, о которых следует помнить. Причем помнить не в тот момент или вспоминать о них не в тот момент, когда вы входите в аудиторию, а о них нужно помнить, когда вы еще только готовитесь к публичному выступлению. Специальные речевые действия существуют, они, в общем-то, вам известны. Просто их нужно привести в систему и правильно выстроить, то есть правильно последовательно выстроить их употребление. То есть и действия, которые способствуют установлению и поддержанию контакта. Это обращение, приветствие, комплимент, прощание. Варианты этих речевых действий на самом деле очень хорошо разработаны, и вы их сможете найти в любом пособии по речевому этикету. Просто нужно помнить об их существовании, и не забывать о том, что их нужно органично включать в свое выступление, оформлять ими свое выступление и помнить. Вот еще раз хочу обратить ваше внимание на это. Помнить об этом или вспоминать об этом нужно не в тот момент, когда вы выходите к аудитории, а тогда, когда вы готовитесь к устному публичному выступлению. Вот то, о чем я сейчас говорил, на самом деле предопределяет так называемую диалогизацию выступления. Не нужно забывать, что аудитория, которая перед вами находится, это не пассивный слушатель, это не магнитофон, который автоматически записывает ваше выступление. Это живые люди, и в той или иной мере они вступают с вами в некоторое общение. То есть между вами и аудиторией обязательно в ходе вашего устного выступления состоится некий диалог. Может быть, со стороны аудитории он будет носить невербальный характер. Вот когда люди перестанут вас слушать, начнут заниматься своими делами, или действительно начнут прерывать вас, задавать вопросы, будут проявлять интерес, и тогда в полной мере и проявится диалогизация вашего выступления. Поэтому изначально, когда вы планируете свое выступление, нужно помнить, для успешного общения с аудиторией, для поддержания постоянного контакта, очень важно бывает внести в выступление элементы диалога. Например, любую тему, какие-то отдельные частные темы, которые вы затрагиваете в своем выступлении, можно обозначить в виде вопросительного предложения. Например, задумаемся. Если кому-то народ оказывает доверие, то для чего он это делает? Вот это пример из публичного выступления политика, где он, собственно, обозначает тему, но не напрямую, не повествовательным предложением, а в виде вопросительного предложения, обращенного к аудитории, как бы призывая аудиторию сформулировать основную проблему, которую они вместе будут обсуждать. Опять-таки, напоминаю о диалогизации выступлений. То, о чем я сейчас вам рассказываю, предполагает не только содержательную сторону, но, конечно, и формальные средства обеспечения успешности выступления. Вот к таким формальным показателям относятся два языковых фрагмента. Это синтаксические особенности вашего выступления. О чем здесь идет речь в этом случае, когда мы говорим об этом фрагменте ораторского мастерства? Дело в том, что поскольку устная речь необратима, говорящие, то есть вы должны постоянно заботиться о том, чтобы речь легко с первого раза воспринималась слушателем, потому что повторов возврата к тому, что уже было сказано, в отличие от письменного текста, у слушателя, у аудитории нет. Значит, ваша задача заключается в том, чтобы свести к минимуму затруднения при восприятии речи. Не употребляйте особенно длинных предложений, лучше употреблять простые предложения. Более действенно воспринимаются такие типы конструкций, которые тяготеют к сфере разговорной речи, о функциональных стилях речи, мы с вами говорили на прошлом занятии. Очень нежелательно употреблять конструкции сострадательным залогом. Такие вещи, сложные грамматические конструкции, они утяжеляют вашу речь и затрудняют понимание вашей речи. Что касается лексических особенностей, то запомните такую вещь, что отглагольные существительные очень осложняют также восприятие речи. Недостатки устного выступления особенно проявляются в тот момент, когда говорящий увлекается и начинает употреблять термины. Малознакомые аудитории. Это тоже не вызывает положительных эмоций у слушающего, потому что он не может понять в полной мере, если вы начинаете всыпать терминами из узкопрофессиональной сферы, своей сферы деятельности, он не может понять, собственно, о чем идет речь. Это вызывает некое отторжение, эмоционально негативное отношение к говорящим. И, наконец, нужно не забывать о том, что контакт с аудиторией будет успешным, если вы, когда вы выступаете, будете использовать так называемый личностный тип общения. Вот упоминание о личностном типе общения мы и завершим наше с вами сегодняшнее занятие. Это вот тот тип общения, при котором речь, которую вы произносите, строится таким же образом, как и беседа с конкретным лицом при непосредственном контакте. То есть вы должны создать иллюзию у аудитории, что они входят в живую беседу. Это означает, что вы в ходе выступления должны четко обозначить свое авторское «я», то есть свое отношение к предмету речи и к собеседнику. Вот если вам это удастся, тогда можете быть уверены в том, что ваше выступление будет успешным. Напомню, сегодня мы с вами говорили о том, что представляет собой выступление, устное публичное выступление, как разновидность ораторской речи. На этом очередное занятие по русскому языку, наше с вами занятие, подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До следующей встречи.